Пять лет назад Артём Аганесян пришёл в этот зал бокса обычным учеником. Сегодня перешагнул порог любимой спортивной школы уже чемпионом мира. Трудолюбие, усердие и целеустремлённость – эти качества наряду с талантом позволили Одинцовскому боксёру стать лучшим на чемпионате мира среди юниоров, который завершился 12 сентября в Санкт-Петербурге. Соревнование проводилось по олимпийской системе в 13 весовых категориях. Россияне завоевали пять золотых наград, одна из которых принадлежит Артёму. Это было триумфальное выступление, очень большой форум был, 420 участников, 58 стран. 10 дней проходило соревнование, очень хорошее шоу сделали санкт-петербургские коллеги. Всё было красочно, красиво, хорошее проживание, красивый город и достойный и красивый бокс. Десятый юбилейный чемпионат мира по боксу стал рекордным по количеству участников. По признанию спортсмена, самым сложным оказался бой с представителем американской команды Джозефом Спенсером. Однако верно оценив ситуацию и просчитав соперника, Артём сумел продолжить выступление в чемпионате без ощутимых потерь. Дальше была встреча с украинцем, где тоже пришлось попотеть. В каждом бою приходится импровизировать. Но вообще вот с американцем я постарался с первых секунд как бы сам начать доминировать, потому что если у американцев и у кубинцев тактика такая с первых секунд запугать, взять и уже потом они разбивают. А я как бы наоборот всё начал делать, ну и получилось. Отправив два раза в нокдаун представителя сборной Узбекистана в полуфинале, Артём вышел на ринг с боксером из Турции. В кармане уже было серебро, но целью являлось золото. Разобрав соперника на запчасти, Артём стал первым в весовой категории 70 килограммов. Неспоримое превосходство одинцовского спортсмена оценили и представители Международной ассоциации любительского бокса, признав Артёма лучшим боксером чемпионата. Главное действующее лицо это он, я это подчеркиваю, но за ним стоит большая команда. Это не только я, это школа Олимпийского резерва. Незримо присутствовал с нами мой покойный отец, который заглавлял Сергея Сергеевича школу. С нами его нет 8 лет, вот будем сейчас в январе проводить мемориал памяти Александра Васильевича. Конечно, это всё, что мы делали, это от него. Все те люди, которых я перечислил, они работали с ним, и мы многое взяли от него. Я думаю, он радуется за нас сейчас очень. После столь оглушительного успеха есть две недели передышки. Артём поступает в экстернат и начинает подготовку к новому сезону. Скромность – ещё одно качество одинцовского чемпиона, который из всех видов спорта пять лет назад выбрал бокс и ни разу не пожалел. Я как бы ни звезду не поймал ещё и не собираюсь. Буду стараться стать даже сильнее. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».